Алису в стране чудес, как она прыгает в кроличью нору, попадает на другую сторону, а выходит через дверь и попадает в страну чудес. Так вот, это история про девочку, которая приняла грибочки. А мы с вами хотим достигнуть этого способа именно натуральным способом, органическим, без каких-либо психоделиков, потому что я против психоделиков. Так вот, гипноз, почему он меня интересует и почему я занялась регрессивным гипнозом? Потому что это возможность открыть ту же самую дверь в ваше подсознание, только проделав немного более сложную работу, чем, предположим, принять какой-то психоделический препарат. Потому что я считаю, что мое призвание – пробуждать тех, кто уже готов. А так как погружаться вовнутрь себя и делать это самому – это очень сложная работа, я понимаю, как это сложно, то гипноз – это очень удобная и легкая практика. Я стала регрессологом, потому что для меня это возможность реализовать мое призвание. А мое призвание – это менять сознание людей. У меня нет интереса менять сознание всех людей, но есть интерес именно работать с теми людьми, которые уже готовы, которые люди, которые ко мне приходят, они находятся на том уровне сознания, когда они знают, что что-то надо менять, что-то надо делать дальше, но не совсем понимают, что это делать. И я считаю, что я обладаю таким талантом увидеть, что человеку надо, и направить его туда, куда ему надо. Гипноз, регрессивный гипноз – это еще один способ мне помочь человеку начать работать со своим подсознанием. Мы, так же, как у Алисы в «Стране чудес», открываем эту маленькую дверь, через которую начинаются, случатся разные чудеса. Вы познаете ту грань себя, которую не знали, ту многогранность своего проявления, своих предыдущих воплощений. Вы начинаете видеть, где вы создали какие-то определенные программы, которые проигрываются в этой жизни, и, возможно, сегодня они уже не работают. И с этими деструктивными программами можно также работать в гипнозе, как, предположим, с какими-либо другого рода техниками. Почему я считаю, что гипноз – это лучшая практика, чем, предположим, тот же самый вариант с психоделиками, потому что здесь вы контролируете процесс, здесь вы учитесь, как это делать, здесь вы нарабатываете нейронные связи, и потом таким образом можете возобновить этот процесс, вы можете таким образом всегда погрузиться в свое подсознание и прорабатывать уже все, что деструктивное, что не работает, то, что не служит вам, вы можете это удалить. Я сейчас не выступаю против психоделиков, в принципе, не имею никакого отношения к ним, и считаю, что психоделики не являются хорошим инструментом. Я ничего не имею против психоделиков, но так как речь зашла про психоделики, скажу, что я не считаю, что психоделики являются инструментом для пробуждения. Да, они меняют сознание, они позволяют многим людям проработать какие-то деструктивные программы, но это не является инструментом для пробуждения, то есть душа, которая стремится познать себя через психоделики, это сложно сделать, так как вы используете наркотическое средство, которое влияет на работу вашей нейронной связи, и, в принципе, после того, как вы проделали какой-то сеанс, даже если у вас был взрыв сознания, вы это не восстановите в своем сознании без того, чтобы опять принять те же самые наркотики. Я их называю наркотиками, и многие могут со мной не согласиться, но, тем не менее, воздействие этих средств, они как наркотические на наше сознание. И поэтому я не нахожу их хорошим таким инструментом для работы с сознанием. И в этом плане гипноз, я считаю, что это самый оптимальный вариант. Вы, во-первых, вы учитесь входить в это состояние, вы учитесь их удерживать, вы учитесь контролировать эти состояния, и поэтому меня, лично меня, заинтриговала и заинтересовала эта практика. Ну, как я к этому пришла, я уже рассказывала не раз в своих роликах, и я выставлю где-нибудь ролик про регрессивный гипноз. Мне повезло, что я встретила такого замечательного учителя, Брайан Вайза, и поэтому я считаю, что регрессивный гипноз – это отличный инструмент и практика. И если вы еще не пробовали, я приглашаю вас на консультацию. А свои контакты оставлю ниже в описании. Спасибо за просмотр и хорошего дня! Спасибо за просмотр!